С начала проведения специальной военной операции вооруженными силами Российской Федерации в военных округах произошло 60 попыток поджога в здании военных комиссариатов. Подозреваемому в поджоге военкомата в Бердске избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Пенсионерка, которая пыталась поджечь военкомат, задержана в Первоуральске. В знак протеста против войны в Украине и мобилизации россияне поджигают не только военкоматы. Еще отделы полиции и административные здания. По данным интернет-издания «Медиазона», к началу июля 2023 года известно уже о 113 антивоенных поджогах. Поджоги военкоматов в России участились после 21 сентября 2022 года. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Тогда же замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цемлянский в интервью российской газете сообщил, что грозит поджигателям военкоматов. Эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Именно после начала мобилизации по подсчетам «Медиазоны» российские силовики стали заметно чаще вменять террористические статьи гражданам, которые бросают зажигательные смеси в военкоматы. Наш военкомат. Кто-то не хочет воевать. Мы знаем о 31 приговоре. Две трети из них – это реальные сроки. Таких случаев 22. Из них 12 по статьям о теракте. Только семеро все же получили условные сроки и один – принудительные работы. Судьба поджигателя зависит от того, какое ведомство ведет расследование. Если дело достанется полиции, то задержанного могут обвинить в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений. Если ФСБ вступает в дело, то это почти 100% терроризм или диверсия. И самые тяжелые обвинения. Первый приговор по статье «Теракт» вынесен за поджог военкомата в России. Центрально-окружной военный суд в Екатеринбурге осудил на 12 лет колонии строгого режима Владислава Борисенко. По словам адвоката Евгения Смирнова, некоторые поджоги могут быть спровоцированы сотрудниками ФСБ. На днях телеграм-канал «База» сообщил о задержании пенсионерки в Казани за попытку поджога военкомата. Женщина рассказала, что сделала это по требованию сотрудников ФСБ. Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками спецслужб и сообщили, дабы у ее дочери не было проблем, женщине нужно выполнить их указания. На пенсионерку возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение чужого имущества». Пытались поджечь или подожгли? Эти, скажем так, нюансы следствие не учитывает. В апреле этого года суд приговорил жителей Челябинской области Романа Насрыева и Алексея Нуреева к 19 годам лишения свободы за поджог город-администрации. В одном из помещений обгорел квадратный метр линолеума. В своей акции я всего лишь хотел показать, что в нашем городе есть несогласие с мобилизацией и специальной военной операцией. Хотел таким образом донести свою позицию, несогласие. Хотел, чтобы мой голос был услышан. В последние месяцы, пишет медиазона, интенсивность антивоенных поджогов снижается. Люди боятся. Тем временем пойманных поджигателей продолжают судить.